здравствуйте это канал максимазы и сегодня мы поговорим о телефоне nokia 1202 предыдущую предыдущий обзор был на nokia 1280 который стал его продолжением так сказать короче говоря nokia 1202 стал вторым телефоном от компании nokia с которыми так сказать познакомился который я увидел первым был nokia 1208 который в 2010 году моему деду подарили и купили собственно говоря вот он но а потом год где-то в том же году если не ошибаюсь мой отец купил себе но нужен ему был второй телефон для работы какой-нибудь бюджетный в итоге купил 1202 значит он отличался я сразу понял что он мало чем отличается он отличался в основном только тем что у него черно-белый экран в основном по функциям по дизайну меню все принципе идентично ну и внешний вид естественно различается фонарики он даже в обоих моделей есть разве что тут разные динамики здесь динамика один он на сзади здесь динамик вот здесь и и вот здесь на сзади дырочек нету модель 1208 2007 года 1202 она была анонсирована 2008 но на прилавках магазина появился начале 2009 собственно говоря будем сравнивать 1202 с телефон который вышел годом позже 1280 сменивший 1202 на рынке ну и в общем давайте осмотрим внешний вид есть выпускался он в двух стандартных расцветках это черный классический самый наиболее лучший вариант на мой взгляд ну и светло голубой голубой вот этот рамочка у него была голубенькая кстати говоря в том же по 2010 купили моей бабушке дед мой купил бабушки вот этот же nokia 1202 тоже так что мне и два было по сути а до этого у бабушки 7 c55 был которые я тоже обозревал не так давно очень у меня было их два но остался один один из них я подарил трое на сестре одной который кстати этот телефон кстати стал ее самым первым телефоном сейчас у нее конечно же сенсорный как и у всех нормальных людей ну а давайте продолжать внешний вид смотреть резиновые кнопочки у нас тут они все слитные но довольно удобный пальцы не соскальзывают длина его 105 миллиметров ширина 45 миллиметров и толщина корпуса 13 миллиметров весит 78 грамм он полностью сделан из пластика детали это довольно таки немного фонарик динамик задние передние вот эта дырочка это так в основном можно сказать украшение потому что динамика здесь нет однако если закрыть вот этот динамик пальцем когда играет музыка то звук частично будет идти отсюда если прикрыть то звук становится еще тише так что по сути это еще одна дырочка для динамика на основной динамик находится конечно сзади немного округлый здесь разъем для шнурка здесь разъем и разъем под зарядку 2 миллиметра разъем под сервисный кабель были раньше такие ну и разъем под наушники два с половиной миллиметра такие же разъемы как у 1208 собственно говоря здесь такие же разъемы как видите nokia за очень редким исключением не клала наушники в комплект с этими разъемами но вот уже в более поздних моделях например той же для нас 80 от разъема под сервисный кабель решили отказаться ну и сделали разъем под наушники три с половиной миллиметра как уже те времена было более правильным значит операционная система так называемая здесь series 30 которая с 2003 по 2013 года существовала потом пришла на смену series 30 плюс которая и по сей день существует но на мой взгляд series 30 просто series 30 она интереснее и прикольней усилия с 30 плюс возможности конечно больше но это как-то более ламповое что ли ну в общем все увидим разрешение экрана он монохромный с белой подсветкой разрешением 96 на 68 пикселей или 68 на 96 и так и так правильно задняя крышечка здесь есть кнопочка вот такая вот надпись nokia сажение моего экземпляра крышечка перестала держаться поэтому приклеиваю пластилином давайте его то отодрем и давайте ножичком все таки вот так вот такой динамик может показаться что это камера но нет в кино в аккумулятор и родной nokia bl4c не были 5cb как у nokia 1208 хотя нет в маке 1208 bl5c а был он по толщине такой же как и ну и по внешности как bl5cb но были 5cb или bl5c сюда не вставишь потому что он гораздо толще и крышка не закроется в таком случае давайте вставим сим-карту такой вот оранжевый цвет внутри прилепим пластилин чтобы можно было закрыть ну и как-то посильнее прижмем вот так стоил он очень очень дешево бюджетный низший класс стоил он где-то ну тысяч с небольшим рублей наверно давайте включим включение стандарт клавишей значит gsm 1900 1800 здесь здесь у нас оператор заряд батарейки прием сигнала меню актив ну и время собственно говоря здесь на цветном экране также на 1208 я кстати обзор уже делал автоблокировка клавиатура у нас срабатывает здесь можем набирать вызов в активе можно быстрее функции все задать меню сообщения контакты звонки настройки будильник памятки игры дополнительные настройки но и меню сим-карты соответственно 1208 меню такое же но она видите какое здесь оно вот такое здесь и кстати я странно фичу заметил что вот например поставить цветной экран на вот сюда но не знаю будет сработать ли это здесь но вот допустим nokia 11 11 12 поставить экран на цветной от nokia 1600 там экрана одинаковое разрешение короче телефоне с монохромным экраном цветной экран он будет показывать по сути все белое но меню почему-то станет вот таким они вот таким а если наоборот в цветной поставить монохромный экран то там наоборот меню станет вот таким как это работает я понятия не имею видимо прошивка как-то адаптируется под этим под меню значит сообщение новое сообщение можно напечатать отправлять принятые переданные черновики чат графические сообщения что-то типа емс можно картинки отправлять по сообщениям их здесь 30 штук удалить их нельзя и свои поставить нельзя тоже списки рассылки запрещенное сообщение удалить счетчик настройки редактор команд какой-то контакты найти добавить удалить скопировать настройки фильтрация имеется добавить а я да ничего не вел состояние памяти туда 200 контактов можно запихивать по моему в 1208 ой в 1202 господи 1280 можно было уже до 500 сейчас проверим 1280 уже другие эти значки стали да и тут до 500 уже можно было но мы потом сравним картинки я забыл как их показывать как их открыть выбрать ладно неважно звоночки непринятые принятые набранные очистить списки длительность счетчик сообщений настройки сигналов здесь поддерживается 32 тональная полифония очень качественная давайте послушаем музычку стандартная медийная nokia tune музыка но Субтитры сделал DimaTorzok Музыка очень качественно играет Субтитры сделал DimaTorzok Медийный рингтон Музыка Это уже рингтоны AC или ACC Блин, я не помню как называть формат Но MP3 здесь нет А вот к этому рингтону у меня вопрос Кстати были, это женщина или мужчина исполняет У меня родители говорили, что это вроде женский голос Но мне кажется мужской Ну а это рингтоны уже для сообщений, памяток и будильников Отдельно Да, кстати в 1208 не было message 5 и message 6, как и в более других старых моделях, как он Ну и пусть это слоты для мелодий и синтезатора мелодий Созданы Так, сигнал о сообщениях Ну или что-нибудь из мелодий можно взять Сигналы клавиш Ритмический световой сигнал Настройки дисплея Здесь поскольку монохромный экран в отличие от 1208 нету поддержки тем И ну ее в принципе на монохромный дисплей быть то и не может Информация о сети Вот часы заставка Это цифровые или стрелочные часы Мне удобнее цифровые часы Я думаю, что и всем Время подсветки можно выключить На дневном освещении Особенно на улице Экран отлично читается даже без подсветки Собственно говоря Цветной экран Он хуже читается на солнце, чем монохромный А этот вообще идеально читается на солнце Особенно Вот с белой подсветкой Вообще самые лучшие, наверное, монохромные экраны Обычные это 15 секунд Увеличенные это 30 секунд Ну и заставка Есть несколько вариантов заставки Заставки такие же, как на 1208 и предыдущих моделях Dream Knight Сейчас сравним заставки с 1280 Салютик типа такой Падающие шарики Смена цветов Огонь типа Ну на цветном и лучше они, конечно, смотрятся Ну и этот Wild Bubble Вот такой вот Ну и либо случайный В 1280 Убрана заставка Wild Bubble Но зато появились заставки Edumas Математика типа решает Примеры нам Signballs Spine Вот этот Line И Supernova Который просто вот так типа переливать Меняет цвет Дальше режимы Можно выбирать Настраивать В 1280 Еще помимо этих Есть режим энергосбережения Настройки часов Установка даты Коррекция Настройки вызовов Переадресация Повторный набор Фильтрация Фильтрация Язык Языка всего два Русский и английский В моей В моем экземпляре В моей прошивке Настройки блокировки Автоблокировка Мне нужна Ну и код Стандартный защитный код Это 12345 Но его можно поменять В рифм Сказал Блин Настройки Стоимости Настройки аксессуаров Защита Пин-коды Всякие Это Меню Актив Ну и Восстановить Стандартные настройки То есть Все сбросить К заводским Дальше Будильник Будильник только один Можно поставить Но можно поставить Повтор Можем выбрать Мелодию Памятки Добавить Новую Календарь Календарь Тут имеется Сигнал Сигнал Стандартный Игры В 12.80 Кстати Появилось Еще радио В меню Здесь FM радио Отсутствует Игры Здесь три игры Судоку Бичрали И Снэйксензия Собственно говоря Точно такой же Набор Игр Был на первых Версиях Прошивки На нас 80 Но Чуть позже Судоку Там Заменили На бонус И правильно Сделали Судоку Игрушка Довольно Интересная Тут Пять уровней Пройдены Я Наверное Проходил Но Позалипать Тоже В принципе Можно Тут Правила Простые Вот Области Шести Клеток Надо От Одного До Шести Надо Заполнять Цифры Так Чтобы Они Не Повторялись В столбце В строке Ну И Собственно Говоря Области В самой Довольно Интересный Гра Тут Целых 100 Уровней Также Можно Выбрать Уровень Сложности То По сути Уровней 300 Здесь Бич Ралли Ну Такие Типа Гоночки Но На цветной Версии Они Конечно Лучше Смотрелись Чем На Монохромной Собственно Говоря Цветная Версия Выходила На таких Ноки Как 1650 На Series 30 Тоже 1661 Ноки 101 X101 Да И Много Еще Где Монохромная Версия Выходила По моему Только На 1202 И 1280 Собственно Говоря Это Классический Набор Игр В моей Версии Есть В Некоторых Региональных Версиях Там Каких То Из Других Стран Можно Встретить Другие Игры Покет Кэром Например Можно Встретить Который Был На Ноки 1110 1110 1112 Рэпид Рол Можно Было Встретить Который Был На 1200 Ну Короче Здесь Просто Объехать Круг Пока Не Кончилось Время И Так Наворачивать Круги Вот Количество Кругов Тут Указано Мне Честно Говоря Я Не Сильно В Нее Залипал Потому Что Ну Просто Кататься Постоянно Ну Это Не Так Интересно Ну И Снэксензия Как же Ноки Может Быть Без Змейки Хотя Существует Довольно Немало Моделей Ноки В которых Нет Змейки Давайте Классический Выберем Уровень Третий Уровень Это Скорость Собственно Говоря Такая Вот Змейка Змейка Кушает Фруктики И Растет При этом Очень Ее Полностью Откроется Проход На Следующий Уровень Там Будет Туннель Мельница Можно Здесь Еще Убирать Мельница Рельсы Комната Вот Комната Это Самый Сложный Причем Он Тут Смотрите Инверсион Еще То Что Было Белым Стало Черным А То Что Было Черным Стало Белым Довольно Таки Интересно Хоть Какой-то Разнообразие Имеется Ну И Настройки Игр Звук И Вибрация Дополнительные Функции Калькулятор Конвертер Полезная Довольная Вещь Таймер Календарь Секундомер Синтезатор Мелодии Можно Было Свою Мелодию Сочинить Вложить Но На самом деле Я особо Этим Не пользовался Потому что Синтезатор Не очень Прикольный Если честно Ну Давайте Протестируем Не знаю Разве Не знаю Как такой На звонок Можно ставить Я особо Мелодию Не создавал Ну И Фонарик Вот Собственно Говоря Включается Фонарик Он Не очень Мощный Но Что-то Подсветить Вполне Можно Ну И Демонстрация Это Показывают Нам Как Будильник Поставить Как Позвонить Очень Удобно В 1280 Синтезатор Мелодии Кстати Был Удален Почему То И Вот Нет Но Зато В 1280 Есть Радио Здесь Нет Ну И Иконки Там Вот Эти Меню Более Новые Стали А Так В основном Телефоны Идентичные Фонарик Также Можно Включить На главном Экране Нажав Два Раза Вверх Ну и Вправо Календарь Влево Сообщение Вниз Контакты Которых Сейчас В данный Момент Нет Почему На Более Ранних Верх Моделях Nokia Таких Как 1110 В которых Не было Календаря Не было Ни календаря Ни фонарика Но была Та же Прошивка Система Там Кнопка Вверх Ввела В Вызовы В меню Вызовов А Кнопка Вправо Ввела Не в календарь А в демонстрацию Вот Так В целом 1202 Также По Функциональности Абсолютно Идентичен Монохромному Аналогу 1208 Это 1200 Собственно Говоря 1200 Это Скорее всего Даже Его Предшественник Он По Функциональности Абсолютно Идентичен Отличается Только Внешним Видом Монохромный Экран Там Был Зеленый Подсветка А не Белый Ну И Динамик Здесь Он С Вибромотором Совмещен Там Динамик Был Ну Как Вот Здесь Собственно Говоря На этом Мы В принципе Подошли К концу Вроде Все В телефоне Смотрели Правда Вот Иногда Кстати Есть Необычная Вещь Часто Когда Включаешь Подсветку И Нажимаешь В меню А Выскакивает Нажимаешь Тут Выключить Предлагает Мы Нажимаем Он Выключается Ну И Режим Соответственно То есть Подсветку Включаешь Нажимаем Красной Кнопкой По рефлексу И меню Нажимаешь Нажимаешь Выключается Телефон Многие Это считают За минус Но В принципе У меня Проблем С этим Не возникало Кстати Еще Забыл Сказать Что Вместе С 1202 Вышла В одно Время Еще Модель 1203 Которая Ничем Абсолютно Не отличается Кроме Внешнего Вида Спереди Кнопки Стали Белые Они Немного Стали Другие А сзади Абсолютно Идентичный По функциям Вообще Ничем Не отличался 1203 Не так Хорошо Продавался Как 1202 В основном Брали 1202 Потому что Он По дизайну Привлекал Внимание Больше Ну ладно Короче Такой Вот Ноки 1202 На Ноки 1208 Ой 1200 Часто Уже Собинаюсь За Сколько Это Видео 1200 Также 1110 1110 Также Будут Обзоры На моем Канале Они У меня Есть В коллекции Нету Правда Под рукой Сейчас Ну а на Так На сегодня Все С вас Я Подписываюсь С меня Эпичный Видос Подписывайтесь На мой Стримский Канал В Вконтакте И Всем Пока Субтитры 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 Субтитры